Добрый день меня зовут Мария сегодня у нас 11 января 2021 года понедельник и я начинаю снимать свою новую вышивальную неделю которую называют сборная солянка почему сборная солянка потому что помимо вышивки я еще показываю свой парк своих животных то есть какие-то небольшие фрагменты своей личной жизни и с чего бы я хотела бы начать эту неделю сегодня я повышивала немножко свою многоцветку милый гость из далека торт или белый кролик но очень мало поэтому показывать и сегодня не буду а вот хотела бы начать эту неделю вот с этой книги то есть я решила с января месяцем вводить в работу по одному сердечку я надеюсь что в течение четырех пяти месяцев у меня будет вышиваться одно сердечко и одна зайка от светланы сичкарь в месяц помимо всего прочего меня будет продвигаться моя многоцветка у меня будут также танцы мориса мой сэмплер и также я буду вышивать бисерную сумочку от рифле десуа и так я начала уже вышивать сегодня вот это сердечко вот она так выглядит вот эти зайки которые мне должны будут вышиваться напомню вышиваю я по книге французской книге le grand livre de coeur автор схем изабель ватье и начала я именно вот с этого сердечко которое у нас называется извините милый ребенок да вот у нас такой прекрасный ангелочек такой замечательный вышел я очень мало прям чуть-чуть сейчас я вам покажу то есть вышла самое начало бил фас 32 каунда цвет pearl grey так что еще хотел сказать а и вот закон подлости понимаете то есть я отрезала вчера пять кусков я взяла куски 28 на 28 сердечки должны войти в них очень хорошо но подушечки будут с надставочка вот здесь вот по бокам поэтому 28 на 28 это нормальный кусочек я взяла и достала свою машинку чтобы обметать края и случилась такая непредвиденная у меня штука у меня машинка перестала работать она мне переломала две две или три иглы сломала я ее всю разобрала то есть верхней нить натяжки идет нормальная а нижняя она вот так вот все просто я ее всю разобрала я уже и шпуличку и подкручивала и раскручивала я уже всю ее маслицем смазала но мне кажется меня скорее всего что-то с ремнями что-то с ремнями вот в среду я поеду в нант и я хочу я знаю где в нанте я просто здесь нашем регионе не знаю где находится мастерские швейных машин а в нанте я знаю где находится я хочу взять с собой свою машинку швейную чтобы мастер посмотрел но я думаю мастер быстро вообще сообразить там в чем в чем в чем заключается неполадка моей швейной машинки и он не надеюсь быстро устранит и так что касается да я не смогла обработать края и я взяла клей при то есть я края обработала клеем прим конечно мне бы не хотелось никакую химию в детскую кроватку поэтому как только у меня заработает машинка швейная я сразу зигзагом обработаю края и я отстираю этот клей потому что ну где ребенок мы сами понимаем что это должно быть все без без всяких без всяких аллергенов да ну нити дмс это хлопок лен бил фаст тоже хлопок да поэтому этой по идее таки гипераллергенные такие до состава составляющие это вот там что касается вот обработки края конечно расстроилась я расстроилась ну ладно у меня у меня в принципе просто старая машинка моей машинке 20 лет но я на ней и не шью я шить вообще не умею максимально что я могу сделать это чехлы на кус напы или на пяльцы и вот я могу сшить себе роут для хранения вышивки все сколько крестиков в этом сердечке я не знаю потому что вышиваю вот с книги я сделала себе увеличенную фото копию потому что здесь у нас масштаб как у схемы мелхилл очень мелко я не люблю такой масштаб я совершенно спокойно отношусь даже к 40 вому каунту льна то есть у меня глазка мне напряжен мне на про напряжен глазкам вот именно непосредственно с мелкой схемой ну еще плюс ко всему я конечно я привыкла саги потому что сага я с 2017 года практически самого начала как сага была выпущена я привыкла я люблю смотреть свой прогресс ежедневный я могу увеличить масштаб как как мне комфортно да вот с этим конечно у меня сложности с бумажной схемой и еще я хотела с вами посоветовать на что я знаю что меня смотрит рукодельница готовы которые вышивают прикладные вещи прикладные вещи они мы понимаем прекрасно не будет стираться и они стираются плюс ко всему это будут подушечки в детскую кроватку то есть это будет регулярно вообще с завидной чистотой постоянно на машинке болтыхаться почему я говорю про это сейчас объясню вот посмотрите пожалуйста вот видите очень много одиночных крестиков и вот мы видим прям эти протяжки вот видите вот они эти протяжки но это конечно не красиво это безобразие это конечно безобразие потому что ну я не знаю такая нежнятина и вот и вот эти вот протяжки видны я протяжки конечно делать не хочу но я рассказывала как я креплю ниточку вот сейчас возьму любую голубочку как я обычно креплю нитку то есть я под крестик вот здесь вот залазим в серединку нахожу протыкаю вывожу сюда ниточку так же делаю второй раз и все и ниточка у меня хорошо закреплена но я то после того как высшую работу я ее стираю один раз плюс ко всему после этого она идет в багетную мастерскую натяжка под стекло под музейной висит на стене это естественно работа ни под каким стеклом находиться не будет ни на какой стене висеть не будет она будет постоянно болтыхаться в стиральной машинке но это нормально да мы все прекрасно понимаем все что касается новорожденных детей маленьких грудничков это все обрабатывается часто 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 и при высокой температуре плюс ко всему и вот что я хотела сказать вот здесь я сделала протяжки вот видите вот они вот они у меня есть они небольшие у меня их в принципе ну вот смотрите вот этот крестик он отсюда идет вот она эта протяжка вот видите здесь прям максимум три клеточки я протягивала больше я не делала и я знаю что вот эти ниточки они закреплены хорошо то есть они закреплены уже непосредственно под вот этой вышивкой и им совершенно ничего не будет но здесь есть вот посмотрите есть вот такие крестики они одиночные они к буковкам уже не привязанные то есть если бы они были бы синим сделаны я бы могла бы привязать к буковке а здесь нет они другого цвета и вот я думаю рукодельница посоветуйте мне пожалуйста как мне быть закрепочкой либо как говорится плюнуть по-другому сказать не могу и крепить нитку под уже вот этими большими вышитыми кусками и делать протяжки тоже вот как думаете видно мои протяжки понятно что здесь совершенно другая основа другой лен другой цвет и может быть ну вот смотрите даже на расстоянии видно вот они эти протяжки но это некрасиво я все-таки своей внучке хочу красоту чтобы она с детства к эстетике уже у нас приучалась а может и станет тоже рукодельницей насмотрится с рождения на крестике и тоже вышивать будет мне есть кому все свои запасы передать потом ну это да это я отвлеклась это я уже размечталась ой я очень хочу быть бабушкой я очень хочу быть бабушкой в общем посоветуйте мне пожалуйста что мне сделать как мне вот эти вот крестики крепить либо крепить вот действительно под вышитыми и вот так вот протяжечки все-таки делать либо вот на моем линии их и не особо видно вот не знаю давайте я сейчас свет попробую выключить вот а без света вот так вот но здесь будет подушка так конечно подсвечивает так конечно подсвечивает но здесь у нас по любому будет подушка да и посоветуйте мне пожалуйста что же мне делать я себе всю голову уже сломала просто всю голову расстроилась сначала из машинки да то что у меня машинка не обработала край но я не стала остальные пять кусочков проклеивать потому что у меня все-таки надежда что в среду мне машинку отремонтируют. Я надеюсь, что никакой ни ремень не полетел, ничто. Потому что, конечно, машинке 20 лет. Да, я на ней мало шью, практически вообще не шью, только вот эти вот обмёточные швы на ней выполняю. Но всё-таки 20 лет, наверное, может у меня вот эти вот устали резиновые, вот эти вот, которые маховик крутит. Прокладки не знаю. Так, что ещё я сегодня повышивала? Ну, это я сказала, добрый день. На самом деле, это у меня уже добрый вечер. Я уже сегодня больше вышивать не буду. Просто я сидела, делала с утра и решила вот потом снять. В общем, я показывала вот эту сумочку от Рифле де Суа. Я начала вышивать своей маме в подарок. И у меня вот здесь вот опять плохо бисеринок легло. В общем, я пыталась распускать, заново вышивать. Опять распускала, опять вышивала. И в конечном счёте я поняла. Вы видите, у нас бисеринка пришивается. Вот, например, мы делаем, да, вот клеточку. Ну, так же, как крестик мы вышиваем. То есть бисеринка у нас вот так вот пришивается. Я каким-то макаром пришила её вот так вот. Не через два переплетения, а через одно. И я ошиблась вот в этом ряду. Вот в этом. В общем, я сегодня распускала два ряда полностью. Я их распускала. Заново вышивала. И вот я продолжила ещё немножечко. То есть завтра я опять хочу вышить. Ну, вот ещё ряд и вот этот закончить. Я буду потихонечку её продвигать. Мне она к лету нужна. Я её, думаю, вышью. Потому что она у нас 111 на 111. Она будет вот такая. Мне нужна, чтобы мама могла положить сюда свой телефон. И могла ключи от квартиры положить. И летом гулять с собакой спокойно. То есть чтобы не в кармане таскать эти ключи с телефоном. Потому что летние вещи, сами понимаем, не всегда у нас с кармашками бывают. Не в руках, чтобы это носилось. А вот так вот через плечо сумочку повесить. Туда это всё дело бросить. И пойдёт со своей чудесной собачкой. У неё русский. Той длинношерстный. Это, знаете, это полтора килограмма. Вот на таких ножках. Вот с такими ушами. Вот с такими вот косами. Это полтора килограмма сердца и любви. Это не собака. Это мечта. Я мечтаю себе тоже русского тойчика. Я так влюбилась в эту породу. И всё, это навеки. Как говорила моя вышивальная подруга Валентина. Она говорит, много тойчиков не бывает. Стоит завести только одного. И там дальше потянется второй, третий, четвёртый. Но это действительно, это надо знать, эту породу. Она умиляет, она влюбляет в себя. Она просто, она всё, всё ваше сердце сразу крадёт. И, в общем, ну, в принципе, вот всё, что я сегодня делала. Немного я делала. Да, ещё нужно будет с этой недели водить зайк. Я начну вот с этой зайки. Мне не хватает несколько ниточек. Вот в среду я буду в Нанте я куплю в магазине оффлайн. Почему оффлайне? Потому что я так... Конечно, да, в онлайне у нас стоят дешевле нитки. Намного дешевле они стоят. Нити Дэмсы. Но дело в том, что доставка. И то есть то на то и выходит. Только здесь я зашла в магазин, взяла нити, оплатила их на кассе и вышла. А это мне придётся оплачивать, доставку, ждать, потом бегать к почтовому ящику. Мне до почтового ящика далеко идти. У меня сейчас период дождей и штормов всего на свете, поэтому не особо приятно, да, в калошах бегать положим. Да, как-то так вот. Ну вот, в принципе, всё, что я сделала за понедельник. Вот всё, что я сделала. Немного. Ну, мы же не только одной вышивкой живём, да, у нас какие-то ещё домашние дела. Гости я мало повышевала, там буквально 177 габелиновых стежочков. Показывать нечего, поэтому я завтра повышеваю гости, повышеваю сумочку и вечером уже сделаю включение, покажу вам продвижение на гости. Бэби я, наверное, завтра брать в работу не буду. Я возьму с собой эту работу, когда поеду в Нан. То есть я её буду спокойненько вышивать в дороге, и пока муж будет рулить, я свои крестики повышеваю. У нас дороги хорошие, да, гладкие, как зеркало. Напомню, что я проживаю во Франции, поэтому, да, у нас котик нет, и спокойно я могу вышивать всю дорогу до Нанта. Ну, вот, в принципе, да, наверное, я на сегодня закруглюсь с включением, в принципе, всё, что я хотела сказать, я сказала, показала. Ну, и увидимся с вами завтра. В среду навряд ли мы с вами увидимся. Добрый вечер среды. Вчера я забыла сделать включение. Ну, точнее говоря, не то, что забыла, увлеклась вышивкой, и потом уже как-то, уже глазки слепались в кучку, поэтому включение не делала. Вот, в общем, начинаю вам показывать то, что у меня вышилось за понедельник, за вторник и за среду, как продвигается гость. Ну, я сейчас сижу на одиночках, вышивается на этой работе. У меня мало, но я увлеклась немножко другой работой вчера, поэтому сегодня я вообще в Нант ездила, сегодня я была увлечена шопингом, дорвалась просто давно и так не шопилась. В общем, отвела душу, скажем так. Вышла, называется, Маша из деревни в цивилизацию. Ну, да. Продолжаю заливать я вот этот вот участок, пока вылавливаю вот одиночки. Вот здесь вот их много, конечно, вот в этой арке в самой их много, но и результат получается хороший. То есть она такая видная, она такая пошарпанная, да. Сейчас немножечко отодвину, чтобы как бы было видно работу во всей ее красоте. Да, вот так вот она выглядит. Здесь у меня никаких продвижений, нет совершенно, совершенно никаких. Брала сегодня с собой свое сердечко в машине повышевать. Вы думаете, я вышивала? Нет. Я опять включила утилене режима, и два часа до Нанты я спала, и два часа на обратной дороге. Из Нанты я спала. Вот такая я, Соня. Вот так вот у меня зима началась. И что еще? Да, я повышевала. Вы видите, я вышивала танцы Морриса. Сейчас немножечко сменю ракурс, потому что положу на коленке, так будет проще. Подвину лампочку. Да. То есть я вот здесь выполнила элементики, продолжила немножечко вышивать вот здесь, выполнила вот это дерево, и начала вышивать вазон. Также я начала вышивать гладью. Мне не нравится. Сейчас покажу поближе. Мне не нравится. Я это дело буду распарывать. Я прям гладьевыми стежками, то есть коротенькие, потом длинненькие, коротенькие, потом длинненькие. Вот так вот шла. Мне не нравится. Я это дело распарю. В общем, возьму-ка я другую тканюшку, просто вот отдельную тканюху возьму, маленький кусочек, и буду в разных техниках пытаться вышить с карандашом, вот как вот делать вот обводку карандашом, потом заливать участок гладью, потом попробую сделать стебельчатый шов, залить гладью в одну нить, в две нити. Ну, короче, по-разному буду я учиться. Но здесь я вот это дело распарю. Мне не нравится. А если не нравится мне, то это уже все, да, как говорится, уже разговора быть дальше не может. Ну, а здесь все отлично. В одну ниточку вышивается просто шикарно. Какие они ровные получаются в одну нитку. Это просто, это просто классные. Да. Ну, вот в принципе, и все, что у меня есть показать, вам сегодня, да, сейчас я сделаю такие маленькие включения, покажу, как я по нанту бродила, гуляла. Завтра у меня тоже будет не особо вышивальный день, у меня завтра стройка. Я завтра встречаюсь со строителями, потому что дизайн проекта я делала. Ну, это, в принципе, нормально, было бы странно, да, отучиться на архитектора интерьера, на дизайнера интерьера, и нанимать людей для этого дела. Вот, поэтому мне муж сказал, что строители хотят со мной поговорить. Он у меня заведует всеми звонками. Вот, и они вот назначили нам встречу, уточнить кое-какие вопросы по дизайн проекту, поэтому у меня завтра такое будет. Разъездной такой четверг. Мне нужно будет на почту съесть, моей подруге отправить письмецу одну, вышивальной подруге, и вот на стройку встречи со строителями. Ну, и сколько я вы ищу за четверг, я вам покажу уже вечером в четверг. И, может быть, покажу вам стройку, как у меня там продвигается. Как что, ой, как я хочу уже переехать, кто бы знал. И я нахожусь в центре, в старом центре Нанта. Честно говоря, меня сейчас муж высадил, и я знаю эти улицы, грубо говоря, наизусть. Я прожила в этом городе очень много-много-много лет. Я в нем училась, то есть я здесь все исходила вдоль и поперек пешком, и на трамваях. И я не узнала, сейчас я запуталась, то есть это вот обычно, это очень оживленные такие районы, где вот кафе, рестораны, дискотеки ночные, очень много молодежи, всегда шумно. И сейчас просто такой вот спокойный, город вымерший. Очень странно, конечно, это все дело видеть. Очень-очень странно, непривычно. Немножко поснимаю вам архитектуру Нанта. Церковь. Работают только бутики. Вот я сейчас направляюсь в галерее Лафаэд. Хочу посмотреть, что у нас есть. Муж по делам в Нанте, а я в магазин решила побегать. Вот такая маленькая галерея у нас здесь есть. Вот улица. Здесь вроде более-менее оживленно. Зашла в бутик в Нанте, где я покупаю обычно ткани, нитки. И вот, смотрите, такие они наборы продают. Ну, я не умею. Я не умею так красиво вышивать клади. Посмотрите, какие. Или вот. Это же прям нежнятина. Ну, и еще немного Нанта. Вот остались какие-то украшательства с Рождества. Еще не демонтировали. Ну, не зима. Осень такая у нас. Это вот улица магазинов Нанте. Туда уходит. И вот если... Сейчас покажем. Если вот здесь вот спуститься, вот так вот параллельно идет тоже улица магазинов. То есть... Ну, неплохой город Нан. Мне он нравится. Он чем-то Париж напоминает. Ну, Париж, конечно, он более такой. Там воздух другой. Ну, и архитектура. Здесь более-менее похоже, но не совсем. Вот, кстати, вот башня. Тоже, которая напоминает башню Монпарнас в Париже. И здесь, кстати, тоже можно подниматься вот наверх. И там смотровая площадка. Можно наблюдать за городом. Вот. Еще одна улочка Нанта. Соскучилась я по Нанту, конечно. Столько лет здесь прожила. Все было под боком. А сейчас в деревне. На горе в лесу. Добрый вечер четвергам. И показываю свой небольшой прогресс нашитых габелиновых стежочков за сегодняшний день. Мало я сегодня вышивала. Я вот немножко повышивала с утра. Потом я поехала на почту. Отправила письмо своей вышивальной подруге. После этого я опять немножко повышивала. И поехала уже на стройку. И на стройке тоже. Часа три я проморозилась, скажем так. Потому что безумно холодно. Дом сейчас к отоплению не подключен. Потому что, ну я рассказывала, мы полностью все бомбили. Мы оставили только несущие стены. То есть, и вот сейчас все заново выстраиваем. То есть заново новую проводку прокладываем. Новые отопительные трубы. Ну все, все заново. Очень холодно. Снимать я не стала. Потому что две бригады работают. Они расползлись по всему дому. Было бы не очень красиво, если бы я бегала бы и снимала их вместе с стенами. Ну да, мне понравилось. Прогресс уже прям налицо. Устала я, конечно, от стройки. Устала. Уже пять лет у нас этой истории длится. Вот только два года мы ломали. Все с мужем вдвоем. Все вывозили, выносили, выкидывали. То есть мы бегали с отбойным молотком. У каждого по отбойному молотку. У каждого по кувалде мы ломали. Вот перегородки несущие. То есть они были не из гипса, картона, а каменные, кирпичные. Не каменные, а кирпичные. Вот это все дело мы вывозили. Вот сейчас заново все выстраиваем. Но мне понравилось. Поменяли бригаду мы и пошел процесс. То есть прям хорошо становится. Надеюсь, к лету уже так не стонем. Эта собака лежит и стонет. Надеюсь, к лету мы уже сможем начать уже такие отделочные работы. Я имею ввиду окраску. Вот такой вот все. Плитку. Ой, надеюсь, надеюсь, надеюсь. Ну и да. И вот еще я повышевала за сегодняшний день свое сердечко. То есть вот мы уже видим у меня Бэби. Вышито полностью вот коленочка. Она вышита и вот ножка у ангелочка. Кстати, записалась я в СП по мандалам. Хотела, да, у Софья, у Кары участвовать. Ну я и буду участвовать. Там, в принципе, можно и попозже начать принять участие. Но я поняла, что я просто не смогу отчитываться. Там два раза в месяц отчеты. А я не смогу разорваться между заеками, сердечками. Ну это по одной-две нитки отчитываться, это несерьезно. Лиоскар, не стони, пожалуйста. Это вот лежит и стонет, потому что нужно кидать его мячик. Да, на чем я остановилась. Просто на две руки, да. Плюс ко всему еще домашние дела тоже никто не отменял. Жизнь-то идет помимо вышивки еще плюс ко всему. И я вот все думала, как же мне сделать свое... Распланировать, да, как поставить, составить свою ротацию. Так, чтобы у меня вот эти вот подарочные работы, они вышивались. И к апрелю они у меня полностью отшились. И вот уже, скорее всего, в апреле я все-таки вступлю в ЭТСП. Уже буду отчитываться со своей мандалой. Ну потому что сейчас, ну никак, ну сами понимаем, да, 4 зайки. Ну пусть они там по 5 тысяч, но эти 20 тысячи их же вышить нужно. Сколько в сердечках, я не знаю. Вот. И плюс ко всему сумочку. Вот сумочка вообще у меня на этой неделе только раз была, по-моему, в работе один день. То есть, в общем, что я решила. Ну вот январь, конечно, я плохо организовала, то с февраля нужно будет делать так. То есть первую неделю февраля я, например, вышиваю сердечко. Вышила сердечко, убрала. Три недели я вышиваю зайку. Все. И у меня получается месяц, 4 работы готова. Ну, если будет там полтора сердечка, Ля Скоро, прекрати, пожалуйста. Вот скандалист, а не собака. Если будет полтора сердечка, в неделю будет вообще идеально. То есть, ну я планирую так в апреле, скорее всего, поехать в Россию. И вот мне нужно к апрелю все мои подарочные работы уже вышить. Вышить и отдать там уже потом на оформление. То есть, да, вот, надеюсь, на этой неделе я закончу сердечко. То есть завтрашний день я начну с этой работы. Повышиваю еще немножко гостя. Плюс ко всему у меня завтра такой день уборки, разборки, елки, уборки, да, такой в домашних делах. Сколько я вышиваю, я не знаю. Я не знаю. Ну, сколько вышиваю, столько мы увидим завтра. Добрый вечер, пятница. Показываю свой небольшой прогресс. Мало-мало навышивала я на этой работе, но у меня сегодня был разбор полетов. Я разбирала елку, все убирала. У меня елка огромная на 15 килограмм. Вот, то есть, можно представить количество игрушек, которые на ней висело. То есть, ну и саму елку, потом уборка. Ну, домашние дела никто не отменял. То есть, повышивала немножко гостя. Продолжаю заливать, да, я вот этот вот, вот эти фрески, вылавливаю одиночки. Они здесь есть. Вот на всех вот этих вот узорчиках они есть. Ну, нравится, нравится мне, что получается. Ну, и почему еще вышилось? Мало, потому что я увлеклась другой работой. Какой? Я взяла опять в работу свои танцы Морриса. То есть, я вот вышила, не до конца еще вышила в вазончик. Но крестики я выполняла уже после того, как я училась выполнять гладь. Ой, как я вышивала этого ангелочка. До конца он не дошит. То есть, я тоже устала от глади немножко, да. Даже не то, что от глади я устала. У меня глаза устали. Мелковатые. И вот к вечеру я уже плохо различала. Не то, что даже плохо различала. Мне стало больно глазкам. Вот. И я пошла вышивать, продолжать вышивать вазончик. Да, училась я. Именно это моя самая первая гладь в жизни. Училась я ее по книжкам. И еще, плюс ко всему, я отправляла фотографии своей вышивальной подруге. Кстати, благодаря ей я и узнала о существовании этого дизайна, да, танцы Морриса. Сейчас, конечно, этот дизайн стали вышивать многие. Но вообще все пошло, как говорится, от моей вышивальной подруги. И благодаря этому дизайну я и обрела вышивальную подругу, да. И, в общем, я ей отправляла. И она, я просила меня критиковать. Света, огромное спасибо за твою критику. И она мне сказала, говорит, Маш, вот здесь вот смотри. Это все-таки гладь. А у тебя лесенка. Схема-то дана у нас в крестиках. И, в общем, ножки я уже выполняла. Видите как? Так, то есть вот таких вот ступенек уже нет. Я пока оставлю эти ручки. Ну, пока оставлю прическу. Прическу вообще, наверное, трогать не буду. Меня прическа и такая устраивает. Такой лупоглазый получился. Причем здесь две клеточки в высоту и одна в ширину. Ну, получился такой лупоглазый у меня ангелочек. Ну, ладно, пусть будет лупоглазым. В общем, я решила пока оставить вот эти вот там ручки. И я буду дальше продолжать вышивать. Посмотрю расход ниток, потому что здесь гладь у меня в две нитки. То есть я вначале проходила в одну сторону, потом проходила в другую сторону. Изначально я выполняла контур весь, вышивала. И потом вот по контуру я заполняла это все дело. Сейчас вставлю в конце вот, как я училась вышивать гладь. Я на отдельном кусочке училась. Ну, и вот в общем, что касается ручки. Вот я пока оставлю. Наверное, мне придется подзаказать, потому что по ключу идет одна бобинка этого цвета. Наверное, мне придется подзаказать и все-таки распустить руки и перешить их. Наверное, я буду делать, да. Потому что ножки мне нравятся больше. Плюс ко всему, вот видите, у меня гладь в разных направлениях. Для чего это сделано? Это для того, чтобы был объем. То есть, чтобы у нас были отдельно ручки, отдельно ножки, видно, да, отдельно тело. Сейчас покажу. Вот видите, вот она фотография, которая сам набор. И вот видно, что прям вот поперечно выполняется гладь тела головы. И перпендикулярно, да, выполняются у нас волосики и ручки. Не буду завтра я пока эту работу вышивать и не буду вышивать я завтра в гости. Почему? Потому что, хотя да, хотя от этой работы очень тяжело оторваться. Почему? Потому что, ну, тоже домашние дела у меня есть. И плюс ко всему мне нужно вышивать свои, свое сердечко. Ну, я же говорила, что я буду бабушка, да, поэтому мне своей внученьке нужно всякие украшательства вышить в детскую кроватку. Наверное, все-таки я бабушка, да. У французов есть такое слово «домиссёх», то есть полсестры. Это когда один из родителей один, а другой из родителей разный, да. То есть у меня получается, что у нас с сестрой одна мама и разный отцы. И вот у сестры дочь. И вот сейчас это моя племянница. И сейчас у моей племянницы будет тоже дочка. Вот кем я прихожусь? Внучатой бабушкой. Я в этих вообще не разбираюсь, в этих терминах. Кум-кума для меня это прям потолок, что я могу понять. В общем, да. Наверное, все-таки я бабушка, да? Но я буду молодая бабушка. Ну, ладно. В общем, мне нужно вышить сердечко. И со следующей недели уже водить зайк в работу. Зайк я безумно боюсь вышивать, честно. Мне кажется, они такие сложные. Вот почему-то мне так кажется. И да, ну, в субботу навряд ли я буду делать включение. Ну, потому что смысла нет. В воскресенье я буду уже занимать итоги за вышивальную неделю. Если я за завтрашний день смогу закончить свое сердечко, то тогда я возьму и вышиваю, скорее всего, вот крылышки. Хоть одно крылышко хочу выполнить. В общем, для меня это такой эксперимент. Я безумно трепет испытываю в какой-то работе. Я не знаю почему. Ну, мне нужно, конечно, вазончик довышивать. Либо вот останется время, довышивая вазончик, а там... Ну, опять-таки, если останется, если я успею вышить сердечко. Ну, классно. Ну, мне все нравится. Мне нравится все. И даже по глазу ангел мне нравится. Но пока я не буду дергать, пока я не буду выпарывать ручки. Ручки я всегда смогу перешить, ничего страшного. Пока оставлю так. И сейчас, да, сейчас я сделаю маленькую вклейку, как я училась по книжкам вышивать гладь. В общем, обложилась я книгами. И вот пытаюсь освоить гладь. То есть я решила все-таки потренироваться. Распустила я волосы на своих танцах Морриса в ангелочках. И вот я сделала, как написано было в книге. То есть я вначале обвела контуром в раскол. Стебельчатый шов он еще называется. Вроде как бы... Хотя стебельчатый он двумя нитками. Я здесь сделала одной ниткой обводку. И вот сейчас буду пытаться пол головы вышивать в одну нить гладь. и пол головы в две нити. Посмотрим разницу. Вот я выполнила прямые стежки в одну нитку. Но светит. Поэтому сейчас я пойду в обратном направлении еще раз в одну нитку. Итак, вот я вышила. Вначале прошла в одну сторону, потом прошла в другую. Вот этот результат мне понравился. Поэтому сейчас волосы на ангеле я буду вышивать вот таким образом. Правда сейчас попробую вот здесь сразу в две нитки вышить. Вот вторую половину прически. И покажу уже разницу. И вот я попыталась сделать вторую половину головы двумя нитями. Мне... Как бы сфокусировать-то? Мне нравится меньше, грубее смотрится. Смотрится много-много грубее. И вот с изнанки вот так вот выглядит. То есть... Буду я вот таким вот образом выполнять кладь на голове ангелочка. Добрый день, воскресенье 17 января. Я подвожу свои вышивальные итоги за неделю. И да, на гости я с вами планами не справилась. То есть в январе я составляла, или в конце декабря я составляла планы на год. Я говорила, что мне нужно вышивать по тысяче в день. Но пока у меня не получается. У меня и дела какие-то. Ну, помимо дела... Дело в том, что мне нужно теперь до апреля месяца. Не до лета, а именно до апреля месяца вышить «Зайки от Сечкарь» и «Сердечки» из французской книжки. Поэтому... Да, сейчас гостю уделяю мало внимания. Вышилось у меня 3000, говорил я, да? Около трех. В общем, на следующей неделе мне нужно будет дозаливать вот этот вот участок. То есть вот он дозальется, и я пойду уже вышивать в эту сторону. То есть пойду двигаться. Ну, рядок. Вести свой рядок. Да, мало знаю, мало. Ну, как есть. Руки две, а планы в громадью я себе настроила. Ну, ничего страшного. Все наверстается. Будет все это дело наверстываться с апреля месяца. Все мои недошитые вот эти вот петиты буду стараться с апреля месяца гнать эту работу. То есть она пойдет основной. Сейчас у меня, видите, идут другие работы основными процессами. Почему? Потому что их нужно закончить, как я уже сказала. Ну, а сейчас я перемещусь за свой письменный стол и покажу вам свои другие продвижения, свои другие итоги. И так, как обычно у меня уже традиция, в воскресенье, как только я перемещаюсь за свой письменный стол, у меня выходит солнце. То есть его нету целую неделю, а именно в воскресенье оно должно у меня присутствовать. Итак, я вам показываю уже готовое вышитое сердечко. Да, сердечко на этой неделе я вышла. Сколько здесь крестиков, я понятия не имею. Но она маленькая. Вот моя ладошка. И вот видно, какое сердечко. То есть я его могу полностью закрыть. То есть оно маленькое такое сердечко. Я показывала вчера работу своей подруги вышивальной. И она говорит, может, тебя не смущает то, что вот эта нитка? Я говорю, нет. Я же ее вначале отшила, посмотрела, как она будет лежать на этой основе. Мне понравилось. Можно было, конечно, потемнее сделать. Но я напомню, это в детскую кроватку. И поэтому он у меня такой получился ангелочек, такой бестелесный, да, такой нежный. То есть мне понравилось, честно говорю, мне понравилось, как смотрится эта ниточка на этой основе. Поэтому я перешивать ничего не буду, ничего выпаривать не буду. Я ставлю так. Потому что будут и другие ангелочки, которые поярче, побледнее еще будут ангелочки. То есть они все вместе, в один ряд, вот так вот выстроены, когда будут. Да, они будут очень хорошо смотреться. Все-таки это детская кроватка. Работа не до конца отглажена по одной простой причине. Потому что я свою швейную машинку отдала в ремонт. Мне сказали, что нужно ждать марта месяца. То есть такая вот очередь на ремонт швейной машинки. Ну ладно, ничего страшного. Пока полежит, пока я буду все края обрабатывать вот клеем, вот его видно. А потом я все это дело обметаю, да, обработаю и уже после этого постираю. Да, я с вами советовалась по поводу протяжек. Вот, все-таки я сделала протяжки, но совет, он остается, ваш совет, да, ему вопросом, остается актуальным по одной простой причине. Потому что я еще буду другие сердечки вышивать. То есть протяжки вот они есть. Не хотелось бы мне, конечно, их делать. Ну ладно, по-другому у меня никак. Потому что я побоялась каждую вот эту вот крестик единичный закреплять. Я побоялась, что после неоднократных стирок в стиральной машинке они просто могут распуститься. Ну, советы ваши я жду. В общем, вот такой у меня маленький финиш, то есть маленький старт, маленький финиш у меня на этой неделе. Бэби Тандрес. Ласковый малыш. Ну, в реал вообще. Да. Начинаю готовить приданное, да, приданное для внучки, да, или приданное, приданное, вот. И также, что я еще повышевала на этой недельке, я повышевала танцем Морриса, как я вам показывала. То есть вот эту вот корзинку я ее довышевала. Вот эти, кстати, крестики, мне кажется, как будто они слились. Хотя нет, хотя их видно. И на расстоянии их видно. Вот сейчас, кстати, цвет основы передается, благодаря тому, что вот солнце, цвет основы передается прям идеально. Вот серьезно, вот она такая. И что я еще начала вышивать? Я начала вышивать крыло. Я его вышиваю гладью. И вот я вам показываю, как я делаю, да, то есть вот он, его видно прям ступенчатый такой контур. Он у меня ступенчатый. А потом просто я сверху прохожу, и я его зашиваю. Почему? Вот, смотрим. Здесь видите, тоже как вот эти стежочки. Перпендикулярненько иду, да, вертикальненько, точнее говоря. А вот эти вот по диагонали я делаю так же. Здесь, судя по всему, дыра такая в этой, в основе. Ну, старый, конечно, он какого года, 1700, 1790 год, год революции французской. То есть, представляете, сколько лет вообще, да, вот этой работе. Вот, вот этого ангелочка я вышиваю. Да, дрища, ее видно. Кстати, вот когда разглядываю, просто не видно превью, да, а вот сейчас вот смотрю под камерой. И через камеру видно. Ну, вот закончу я вот этого ангелочка, и, наверное, я потом пойду вот на эту птаху. Потому что, смотрите, какая она интересная тоже вышивается, в каких техниках, в разных. Сам Адам и Ева крестиком. Дерево тоже крестиком. Вот этот цветок крестом. А вот здесь уже и гладь, и крест. То есть, очень интересно, да. Посмотрите, здесь какая-то еще животинка. Здесь непонятные, здесь непонятные животины. Ну, очень красивый ассимплер. У меня, кстати, еще одна моя вышивальная подруга, Татьяна, она его вышивает. Она уже, она уже больше половины вышила. Но она такой метеор. Это вот, с которой мы практически на 90% у нас вкусы совпадают. Но получается так, что пока я только там раскачиваюсь, понимаете, она уже берет все и отшивает. То есть, у нее скорость очень-очень сильная и такая, ну, хорошо вышивает она, быстро очень. В общем, и вот что хотела сказать по поводу еще этого ангелочка. То есть, вот здесь, штатив задеваю. То есть, вот здесь я стала уже вот эту ручку, которая ступенчатость, я говорила на ручке. Что-то мне вот эта нитка не нравится. Надо будет ее подтянуть или вообще выпороть. Да, мне вот эта нитка не нравится, как лежит. Надо будет посмотреть. Вот, и в общем, я стала вот здесь вот скрадывать и вот здесь вот, видите, скрадывать. То есть, вот эту вот ступенчатость я стала убирать. Вышивая просто другую гладь сверху, я перекрываю немножко. Ну, классный он, классный, да. Мне очень нравится. Ну, я еще раз скажу, я испытываю какой-то непонятный трепет к этой работе. То есть, я с таким трепетом не вышивала ни один сэмплер. Вообще ни один. Ну, видимо, вот это вот... Нет, это прям безобразие, как нитка лежит. Я сейчас смотрю через камеру, она мне прям в глаза лежит. Вот это вот. Ее нужно будет сейчас что-то с ней сделать. Ну, сейчас отмонтирую видео и займусь-ка я вот этой ниточкой. Прямо она... Да, она мне режет глаз даже через камеру. А в жизни как-то я на нее внимания не обращала. Хотя вот сижу сейчас, вышиваю вот как раз вот в этом месте, да. Ну, да, вот. И к чему я говорю? Я испытываю какой-то неимоверный трепет к этой работе. Видимо, за счет того, что разные техники. И еще вот что хотела сказать, да. Вот у меня вышивальная подруга, Татьяна, вышивает сейчас эту работу. И у нее она по-другому получается. Понимаете? То есть это такая вообще работа, которую, во-первых, над которой нужно кумекать, хорошо сидеть, да. Соображать, какой элемент как выполнить. И плюс ко всему у каждой вышивальщицы... Да мне кажется, даже если я сама буду ее вышивать второй раз, к примеру, она получится совершенно другая. То есть она вот у каждой вышивальщицы, вот эта работа, она будет по-своему хороша. Она будет какой-то все равно индивидуальный, такой личный такой, да, вот какой-то шарм иметь. Ну, очень мне нравится, да. И, значит, у меня вот итоги, да. Я вышила сердечко. Я вышила около трех тысяч на гости. И я вышила около двух тысяч на танцах Мориса. То есть вот такие у меня продвижения. Вот такая у меня вышивальная неделя. Нет, я ее сейчас распарю. Однозначно мне не нравится. Вот видите, как иногда полезно снимать видео, да. То, что глаз не выдергивает в жизни, он делает акцент через камеру. То есть когда смотришь через камеру, немножко другое восприятие идет. То есть я сейчас займусь этим вопросом. Ну, после того, как смонтирую видео. Да, видео я монтирую не так долго. Я очень долго гружу. У меня на загрузку уходит обычный часов. Ну, в зависимости от того, сколько, да. Если там 40 минут, у меня может и 7 часов уходить на загрузку. Поэтому, да. Эту работу я вам покажу уже выстиранную, отглаженную. Скорее всего, с другими сердечками. Когда вот заберу свою швейную машинку из ремонта. А на следующей неделе я вожу зайку от Сичкарь. То есть я посмотрела там пять тысяч крестиков. Получается, у нас остается две недели еще в январе, да. То есть мне нужно будет, ну, хоть по две с половиной тысячи вышивать в неделю. Чтобы вот хотя бы с этим планом я шла нога в ногу. В том плане то, что одно сердечко минимум и одна зайка минимум в месяц. То есть до апреля. Вот видите, то есть у меня все это было растянуто до мая, до июня. А теперь планы переигрались. Скорее всего, в апреле я поеду в Россию. И мне нужно будет все это дело отвезти уже. И плюс ко всему мне нужно вышивать сумочку. До сумочки у меня руки не дошли на этой неделе. Вообще. Один раз только повышивала. Ну ладно, нужно будет как-то себя лучше организовывать на следующей неделе. Как-то надо пересмотреть свое расписание. Я стала поздно просыпаться. И как только я поменяла свой образ жизни. То есть у меня теперь подъем не в 4, не в 5 утра, а вот в 7-8 и все. У меня никаких продвижений нет. Потому что я продуктивна и только с утра. После обеда и вечера у меня скорость падает. Я вечно на что-то отвлекаюсь. Я занимаюсь какими-то другими делами. То есть у меня самое вышивальное время это с 4, с 5, до 8, до 9. Вот примерно так. И вот как видим сейчас, мало-мало я вышиваю. Ну ладно. Сейчас я отключаюсь, начну делать монтаж. С вами со всеми я прощаюсь до следующей недели. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, крепкого здоровья. До скорых встреч.